Здравствуйте! В эфире новости. К праздничным выходным начнем готовиться вместе. Самые актуальные и интересные материалы в сегодняшнем выпуске. Парни, хоть куда! Накануне в Тазовском состоялся творческий конкурс для юношей «Самый-самый». Удивительные изобретения и яркие номера в репортаже программы. Курс на колоритный праздник. Готовимся, настроение тоже хорошее. Постараемся быть уверен в себе. Тазовчане готовятся к поездке в Надым. 24 и 25 февраля там пройдет День оленевода. УИК информирует. Проинформировано больше всего у нас в поселке Тазовский, потому что у нас, во-первых, здесь и больше населения проживает. По квартирный обход граждан в самом разгаре о предстоящих выборах президента России и возможностях изъявить свою позицию уже узнали более тысячи тазовчан. В преддверии Дня защитника Отечества в Тазовском прошел конкурс для юношей «Самый-самый». Школьники из двух образовательных учреждений районного центра проявили себя в интеллектуальных и творческих испытаниях, а еще дали волю фантазии и презентовали футуристичные макеты военной техники будущего. Какие они, современные патриоты? Ответ в материале выпуска. Через несколько дней мы будем праздновать 23 февраля. Праздник настоящих защитников Отечества. Тех, кто сегодня охраняет наше спокойствие. Но сегодня мы обратимся к защитникам будущего. Тем, кому еще только предстоит постигнуть армейскую науку. Они хотят показать себя, рассказать о своих достижениях и доказать, что самые-самые. Ученики двух тазовских школ вступают в творческую борьбу в конкурсе, который посвящен Дню защитника Отечества. Всего пять юношей. Это настоящие патриоты. Практически все участники кадетского движения и юнормейцы вначале рассказывают о своих достижениях и маленьких победах. Мы участвовали недавно. В Москве заняли первое место среди всех юнормейцев в России. Мы участвуем во многих соревнованиях, в слетах и побеждаем. Сразу после конкурсантов приглашают на интеллектуальный ринг. Сила физическая здесь мало поможет, а вот сила знаний и скорость приведет к победе. Этот этап проходит в формате своей игры. Вопросы проверяют подкованность юноши в военной истории и технике, цитатах великих полководцев, а также армейских традициях. И если значение слова «присяга» у ребят вылетело из головы от волнения, то даты знаковых событий и сражений они называют без раздумий. Даты в военной истории за 20. Итак, назовите год начала Второй мировой войны. Итак, Руслан. 1939-й. 1939-й. Это правильный ответ. Давайте посмотрим, да, это правильный ответ. И ты получаешь 20 баллов. Третий этап конкурс макетов – сказ о русской технике. Юношам предложили проявить смекалку и фантазию и представить, как будет выглядеть военная техника будущего. На столе у жюри прототипы – это летающий танк, волновой излучатель добра, небесный транспортер и военный самолет, который всегда может скрыться от глаз противника в тумане. Егор Спицын презентует самый технологичный макет. Собрал его на занятиях по робототехнике. В большинстве я предложил конструктору, который я собирал два месяца, чтобы показать свою, ну, как оно получается, подделку, как я сделал по военной тематике. У меня подделка называется «Миротворец». Это значит, что эта машина может ехать без помощи человека, с помощью пульта и обезвреживать мины на дальнем расстоянии от человека в помощь. Дальше чистое творчество, но неизменно с нотками патриотики. Конкурсанты поют и танцуют, демонстрируют свои способности в строевой подготовке, а также полной сборке и разборке автомата. Жюри, кстати, сегодня, но полностью женское, под впечатлением выбрать лучшего будет сложно. Я думаю, что такой конкурс нужно проводить ежегодно, чтобы вот такие талантливые, яркие, творческие ребята выходили на сцену, показывали себя. Вообще хочу пожелать этим ребятам удачи и каких-то достижений, каких-то вершин своих целей. Потому что такие видно, что ребята целеустремленные. Один час и вереница ярких номеров и выступлений. Время пролетает незаметно. В итоге самым-самым стал ученик Тазовской средней школы Владислав Салендер. Впрочем, званием лучшего он поделится со всеми участниками, ведь все конкурсанты, как минимум, самые-самые, активные и позитивные. Екатерина Фомичева, Денис Михайлов, Студия Факт. Первым приготовятся. Уже в эти выходные в Надыме состоится слет оленеводов. Там обычно собираются самые ловкие, сильные, меткие, выносливые, а также креативные кочевники. Тазовчане традиционно станут одними из участников. В объективы камер съемочной группы попали моменты подготовки представителей нашего муниципалитета к одному из главных праздников Ямала. Каждый вечер в течение февраля команда Тазовского района готовится к соревнованиям по национальным видам спорта в Надыме. Сборная посещает спортивные залы, молодежный и геолог. Сегодня оленеводы работают над техникой перетягивания палки, изучают потенциальный портрет соперника, продумывают стратегию, повторяют приемы. В общем, можно использовать приемы, что есть в масс-рессинге и в перетягивании палки. Есть прием Ушницкий, отрабатывают прием Ушницкий, прием газ, это скручивание палки, чтобы соперник отпустил палку. В составе сборной нашего района спортсмены из Тазовско-Гиданской, Находкинской и Антипаютинской тундры. Это 10 человек. Один из них – северянин Юлиан Лапсуй. В этом году он примет участие еще и в национальной борьбе на слете оленеводов в Надыме. Надым – это уже не первая поездка у меня. Я уже с 2017-го в Фомаде, в Тазовском районе. Для меня уже, как говорится, не привыкать. Меня зовут Андреан. Когда я окончу школу, останусь жить в тундре. Папа учит дрессировать оленей. Меня слушают даже самые детские олени. Я уверен, что буду лучшим оленеводом в тундре. Подготовка к творческому конкурсу тоже в самом разгаре. В этом году участники из Находкинской тундры – кочевая семья Михаила Вехо и Альбины Худи. На арте оленей упряжки, национальная одежда, в общем, быт и традиции. Все тонкости уникальной культуры отражает визитка. Готовимся. Настроение тоже хорошее. Постараемся быть уверенны в себе. Мы согласились поехать. Никогда в город на дым не ездили. Вот сейчас поедем, увидим, какой город. Согласно сценарию, настраивает, вдохновляет и доводит до идеала выступления с участниками конкурса сотрудник Центра национальных культур Михаила Тибича. Чтобы проникнуться атмосферой, изучить обычаи и традиции, он два дня жил в тундре в гостях у семьи в Эхо Худи. За эти два дня я понял, что люди действительно, которые уважают традиции предков, знают культуру, знают старинные предания, обычаи. Не только знают, что важно в наше современное время, что они это все соблюдают. И, конечно же, всегда хочется сделать какую-то изюминку. В этом году визитку мы постарались сделать оригинальной. Но что для ненца главное? Это очаг. То есть в визитке у нас будет такой эпизод, где они зажгут, так скажем, очаг. Также семья в Эхо Худи будет удивлять жюри на предстоящем слете оленеводов национальной кухней. В меню не только мясо и рыба, но еще и необычные деликатесы из копыт и оленево языка. На выставке северяне представят десятки необычных фотографий из жизни кочевой семьи. Напомним, имена победителей надымского слета станут известны уже в это воскресенье. Екатерина Зайцева, Анатолий Чернышев, Студия Факт. 25 февраля в Тазовском районе стартует досрочное голосование. Члены территориальной избирательной комиссии в первый день совершат 4 вылета на межселенную территорию, чтобы кочевники смогли отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты Российской Федерации. Завершится кампания 14 марта. Между тем, уже сейчас представители избиркома проводят поквартирный обход граждан в рамках проекта InformWeek. Подробнее о ходе информационной работы мы поговорили в интервью программы. Здравствуйте. Добрый день. Проект InformWeek. Давайте напомним, что это такое и для чего он предназначен. Проект InformWeek предназначен для того, чтобы все наши избиратели узнали, какие на данный момент проходят выборы, то есть выборы президента Российской Федерации и как можно принять участие в голосовании. Как проходит информирование, сколько волонтеров принимает в нем участие? У нас принимают участие не волонтеры, а члены участковых избирательных комиссий. Всего 31 человек задействован в проекте InformWeek. Они обходят все квартиры в Тазовском районе, которые у нас существуют, стучатся в двери и рассказывают о том, когда будет голосование, как можно принять участие в голосовании, уточняют сведения об избирателях, а также спрашивают, как хотят принять участие в голосовании избирателей, например, на дому или прийти на избирательный участок. Если же избиратели не зарегистрированы на территории Тазовского района, до них доводится информация о том, что можно воспользоваться технологией мобильный избиратель. А сколько человек уже проинформировано в Тазовском районе и где больше всего? Ну, конечно, проинформировано больше всего у нас в поселке Тазовский, потому что у нас, во-первых, здесь и больше населения проживает, и человек задействованного в проекте больше наших членов комиссии. Всего у нас проинформировано, на данный момент наши члены комиссии обошли более 1200 квартир и проинформировали где-то около полутора тысяч избирателей. Сколько еще осталось? Ну, если учитывать, что у нас всего 11 тысяч избирателей на территории Тазовского района, но есть и избиратели, которые проживают в Тундре, то осталось еще около 6 тысяч где-то. Расскажите, пожалуйста, какая информационная, может быть, буклеты, что-то выдается, чтобы люди не забыли, когда и куда прийти на выборы? Да, конечно, когда информацию наши члены комиссии доводят до избирателей, для того, чтобы потом избиратель вспомнил ту информацию, которая была до него донесена, наши члены комиссии выдают вот такие лифлеты. Если же в которых указана вся информация, куда прийти, номер избирательного участка, адрес избирательного участка, а если же двери не открывают, то наши члены комиссии еще раз приходят по этому адресу. И в том случае, если все-таки не удается попасть в квартиру, то на ручку двери будет повешена вот такая информация о том, какие выборы, когда и где проходят. До какого числа планируется компания? Информа УИК у нас заканчивается 7 марта, то есть до 7 марта все наши квартиры мы обойдем. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел панельную сессию «Россия для молодежи». В ней приняли участие более 5000 человек. Это студенты, члены молодежных советов, волонтеры и предприниматели. Напомним, что руководитель Арктического региона также является главой комиссии Госсовета России по молодежной политике. Участники презентовали ключевые результаты и достижения, а также представили две молодежные столицы России. В этом году ими стали Москва и Владивосток. В центре внимания на сессии были обсуждения по формированию экосистемы молодежной политики на федеральном и региональном уровнях. Создание отдельных ведомств и образовательных программ. Главы регионов поделились победами субъектов, отметили развитие российского движения детей и молодежи, движения первых и патриотического воспитания молодежи. Друзья, молодежь – самая кипучая часть нашего общества. И, конечно, мы всегда пытаемся определить, какой портрет у молодых ребят. И исследования показывают, что сегодня живем в очень непростое время. Большой поток информации, навязывание ценностей, порой чуждых для нас ценностей. Но также мы видим по социологии, что молодежь крепка. И более 90% молодых ребят отмечают, что они любят нашу Родину, наше Отечество. Готовы ради него созидать и максимальные усилия прилагать для этого. За последние годы очень многое сделано. Мы видим, какие новые проекты появились. Мое личное мнение – это, конечно, сочетание разных причин. Во-первых, те положительные изменения, которые происходят в обществе, возвращение к нашим истинным ценностям под лидерством нашего президента Владимира Владимировича Путина. Ну и, конечно, это созидательная, ежедневная, кропотливая работа большой команды молодежной политики страны, которая действительно уже очень многое сделала. Также руководитель Ямальского департамента молодежной политики Наиль Хайрулин рассказал об успешных кейсах, которые реализуются в регионе. Среди них создание – современные инфраструктуры, патриотическое воспитание и развитие молодежного туризма. Во всех городах Ямала по решению Дмитрия Андреевича откроются арт-резиденции. Ультрасовременные, масштабные пространства, которые предполагают занятия для всех возрастов. Это такая неклассическая культура, современная работа с молодежью, кино, искусство, в том числе пробуем снимать сериалы уже сейчас. Это работа с молодежными театрами, звукозаписывающими студиями и, конечно, продвижение всех талантливых ребят. Мы работаем с ними по системе KPI, заключаем соглашение. Резиденты получают доступ к инфраструктуре, к ресурсам, но при этом, конечно, по истечению времени, год-два, должны показать в том числе и финансовые результаты. В общем, непростой кейс, но мы с ним, на мой взгляд, справляемся. Здесь еще отмечу, что проектируя в настоящее время одну из первых в стране детскую ад-резиденцию, она, я думаю, в скором времени тоже на Ямале появится. Также на ВДНХ состоялась еще одна пленарная сессия «Лидерство и устойчивость российской энергетики». На ней Дмитрий Артюхов рассказал о достижениях Ямала в обсуждаемой сфере. Заместитель председателя правительства России Александр Новак отметил, что энергетика на сегодняшний день – одна из ключевых отраслей экономики России. За последние 20 лет она сделала качественный скачок в развитии. По оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет потребление газа в мире увеличится на 20%, и это огромный потенциал. Россия на мировом рынке сегодня занимает ведущее место, являясь одной из самых крупных стран по добыче и экспорту газа. За последние 20 лет добыча газа в стране выросла на 30%. Если в начале 2000-х годов добывали примерно 580 миллиардов кубических метров газа, сегодня этот уровень составляет 636 миллиардов кубометров газа. И в пиковом 2021 году мы выходили на уровень свыше 740 миллиардов кубометров газа. В рамках сессии Дмитрий Артюхов отметил, что на территории Ямала добывается около 80% голубого топлива страны. Также руководитель региона рассказал об основных проектах в сфере ТЭК и перспективах в разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Вызовы сегодня серьезные, мы их все понимаем, но Александр Валентинович уже об этом сказал. Прогнозы всех агентств, даже самых ангажированных, говорят о неминуемом росте спроса на газ. Самый экологически чистый углеводород, и совершенно очевидно, что в ближайшие годы будет рост потребления. У нас есть известные логистические вызовы, но мы понимаем, как они будут решаться. Александр Валентинович показал, те большие планы, которые есть у страны. Мы имеем сегодня возможности по развитию сжижения. Соответственно, все моря открыты для того, чтобы наши молекулы метана доставить в любые точки мира, там, где будет рост потребления. Горизонт добычи наших месторождений, если взять тоже Баваненкова, уходит в 22 век. План добычи до 2100, если не ошибаюсь, с 28 года. То есть уже поколения сменятся, а месторождения будут работать, давать энергию. Это миссия нашего региона, давать энергию нашей стране и миру. Несмотря на то, что эта рабочая неделя короткая, информационная картина все такая же насыщенная. Актуальные новости, комментарии экспертов, яркие моменты в итоговой панораме недели. Вот о чем пойдет речь. Сильные духом в Тазовском прошла военно-патриотическая игра «Зарница». На старт вышли 8 взрослых команд. Помощь оказали, гранату бросили, на местности соориентировались. Какие этапы показались участникам самыми сложными и кто справился с ними лучше других, ответим в репортаже программы. Выиграть один заезд, чтобы попасть на другой, в преддверии соревнований на Кубок губернатора, тазовские тундровики провели собственные отборочные гонки. Репетиция Дня оленевода прошла в Антипуэтинской тундре в 150 километрах от Тазовского. Испытание для выносливых в Тазовском состоялся первый окружной турнир по масс-рестлингу. Он аналогичен перетягиванию палки. Традиционное занятие тундровиков по спортивным правилам, что запрещено делать участникам, и помогли ли тазовчанам родные стены. Услышать детские картинки. В школе искусств состоялся творческий вечер Юрия Третьякова. Он не только работал с детьми, но и сочинял для них бесценные воспоминания в простых мелодиях. О том, как звучит игра в снежки и весенние кораблики – наш музыкальный сюжет. Неземная красота подземных сокровищ в районном музее открылась высокой камней из коллекции окружного музейно-выставочного комплекса. Почти две сотни предметов, каждый с уникальной историей. В числе первых зрителей оказались корреспонденты районного телевидения. Чувство баланса и скорость реакции. Им есть, что показать. В тазовском спортивном зале «Геолог» состоялись соревнования по смешанным единоборствам. Участники – юные любители боевых искусств, которые делают первые шаги на импровизированном ринге. От трех до пяти раундов. Столько обычно длится поединок в ММА. Задача каждого бойца – набрать максимальное количество баллов. Их судьи призуждают за эффективную атаку, точные удары, болевые и удушающие приемы. Я подножку и рычаг сделал в конце. Вот оцени этот бой. Ну, где-то на восемь потянет. Мне нравится, потому что можно увидеть, насколько это сильный, насколько ты занимаешься. Давай, 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 давай! Переживают момент боя юных бойцов сегодня и их родители. Поболеть за сына Анатолия пришла Зарима Тимканова. Она старается посещать все соревнования, где выступает маленький любитель ММА. Кстати, Анатолий сегодня вышел из поединка чемпионом. По итогам состязаний занял первое место. Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления от боя? Ну, хорошие впечатления. Очень хорошо, что есть такие соревнования детские, как, ну, считай, развивать детскую спортивную. А тебе как бой? Классно. Расскажи, что тебе больше всего понравилось. Мне больше всего понравилось, это когда, ну, когда, ну, я его пытался за ноги взять. Классно очень. Соревнования по смешанным единоборствам длились два часа. Участие в них приняли более 20 детей разного возраста. Шесть юных бойцов ушли с тринга с золотом, пять с серебром и один с бронзой. Инструментальное творчество Юрия Третьякова «Детские картинки». Так называется концерт, который состоялся в Тазовской детской школе искусств. В программе 15 номеров, и все они наполнены энергией детства. Любовью, радостью и беззаботностью. Моя коллега Наталья Горкина познакомилась с композитором, который смог соединить в своем творчестве максимальную простоту звучания и очень глубокие смыслы. Юрий Иванович – творческая многограммная личность. Он владеет игрой на гитаре, баяне, фортепиано, ударных инструментах. А еще музыкант, композитор, педагог сегодня он же почетный гость и самый взыскательный зритель. Общий стаж – 30 лет. Юрий Третьяков родился и начинал творческий путь в Курганской области. Учился в Тюмени, в Институте культуры и искусства. На Ямал приехал в 2001-м. Именно он стал основателем отделения ударных инструментов в Тазовской детской школе искусств. За 20 лет работы выпустил 20 учеников, в их числе победителей окружных и международных конкурсов. Говорит, начинать было сложно. Не хватало нотной литературы для любимого ксилофона. Пришлось писать этюды самому. Этюд, номер такой-то и все. Лучше будет у него название. Лучше, если я напишу для ребенка сам и предложу ему сыграть, ему будет интереснее. Он, по крайней мере, меня знает, что это может написать живой человек. Не то чтобы вдохновение, а оно просто приходит, какое-то настроение, какой-то потом образ зрительный. Знаете, я бы сказал, что сочинять музыку может вообще любой человек. Сейчас, послушайте. Вот даже если он не имеет музыкальной грамоты, он ходит только на уроки музыки в школе, вообще образовательной, допустим, ходил когда-то в школу, закончил больше ноты, забыл, в общем-то, ни на чем не играет никогда. Ну вот, готовит обед, допустим, чистит овощи там, и что-то ему пришло в голову, и он начинает. Что-то напевает, мурлыкает под себя. Ну бывает такое, напевает что-то вот, значит, сочиняет. Свою первую мелодию Юрий Третьяков написал еще в 1992-м. Сейчас он автор 12 песен и 25 инструментальных пьес и этюдов. Сегодня ласкает слух зрителя и его цикл «Детские картинки». Беззаботные и простые, как катание со снежных горок или игра в кораблики. Произведение, ну, легкое, там текста учить немного. Отрабатывали максимум 2-3 урока. Когда играю, ну, я чувствую легкость какую-нибудь и свободность. Проста, ясна и доступна очень большому, вот широкому кругу слушателей. Поэтому играть и очень легко и свободно. Мы играем, во-первых, переложения, потому что Юрий Иванович писал конкретно для ксилофона, и мы уже сделали переложение для своих инструментов. Каждое выступление длится максимум полторы-две минуты. Десять номеров исполняют дети и еще пять педагоги. Он очень тонко чувствует музыку. Он является, ну, как скажем, исполняет произведения на многих инструментах. Юрий Третьяков вышел на пенсию два года назад. Говорит, всю жизнь старался работать с учетом детского восприятия музыки, создавая доступные приемы исполнения, наполняя мир простыми, но такими понятными мелодиями. Мелодиями, которые полны радости, но незнакомы с серостью и унынием. Наталья Горкина, Анатолий Чернышев, Студия «Факт». Это последняя новость выпуска. Коллектив студии «Факт» поздравляет всех защитников Отечества с наступающим праздником. Мирного неба над головой и только хороших новостей. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok